Привет всем выжившим. Ну что ж, контент пилить надо, идей нету, поэтому давайте поговорим про прокачку и чем вообще можно заняться в Любиче. Но сначала я хотел бы порекомендовать вам сайт по Stalker Online, на нём вы можете узнать всю нужную вам информацию по игре, включающуюся в квесты, информацию по оружию, ну и также способы получения той или иной экипировки. В общем, заходите, смотрите, вся информация будет у меня под роликом. Что ж, а теперь давайте поговорим про Любиче. Оу. В общем, как вы, наверное, уже заметили, Любич переполнен у нас игроками, все куда-то спешат, все куда-то бегут, постоянная битва за ресурсы, за какие-то вещи и порой даже монстров. Поэтому, да, надо быть аккуратным, никогда не знаешь, когда на тебя выбежит игрок, за которым гонятся 4 собаки, которые вмиг тебя загрызут, ты даже ничего не успеешь сделать. А если их там 5 или 6, то ты даже не поймёшь, что с тобой случилось. Поэтому обязательно повторюсь ещё раз. Пожалуйста, выкладывайте свои вещи в банк и сразу выставляйте в аукцион. Точнее, не в банк, а на склад. Причём я бы советовал вам заняться этим сразу по прибытию в Любич, потому что у вас не бесконечный склад, и чем раньше вы всё-таки этим займётесь, тем будет лучше для вас. Если у вас будет переполненный рюкзак, рано или поздно вы будете терять вещи при смерти. Причём важно понимать, что мы умирать будем довольно часто, будь то крысы, игроки, ну, либо мы отошли от компьютера, вернулись и увидели, что оставили своего персонажа в радиации. Такое тоже бывает. Поэтому, да, чтобы такого не случалось, надо выкладывать вещи на склад. И, конечно, чем раньше и чаще мы будем этим заниматься, тем меньше у нас будет в дальнейшем проблем. Да и к тому же, деньги из игрока не выпадают, а деньги нам понадобятся всегда. Так что, да, давайте зарабатывать. Кстати, хочется добавить, что здешний аукцион мне очень напомнил аукцион в красауте. Ну, как построена торговля между игроками, посредней и последней ставки. Есть что-то похожее, хотя наверняка кто-то пытается её сбивать. Я имею в виду последнюю ставку. Возможно, специально как-то играть на ценах, чтобы потом выкупить товар и заработать на этом всём. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, у вас есть свои какие-то мысли об этом. К слову о других игроках. Если по тем или иным причинам у вас не получается найти голого собак, или же, может быть, какие-то части кабанов, то вы можете продолжить свой путь по проспекту Героев Труда и зайти вот в это прекрасное место. Здесь, в скупке, вы можете выкупить те или иные части монстров. Пускай это будут какие-то собаки, либо кабаны. Мне, например, их собак было довольно сложно получить, потому что их очень часто отстреливают, особенно в дневное время. Игроков очень много, и за них действительно идут такие жаркие бои. Так что смотрите сами. Если говорить про прокачку, то мне понравилась прокачка. Вот в квадрате Г4 есть Каштан. У него можно взять задание на сырое мясо и сразу же ему отдать его. Если, конечно, оно у вас есть. Берёт он 5 кусков мяса, и вы можете повторять это задание, судя по всему, до бесконечности. Лично я его сделал раз 10, и да, это действительно приносит опыт. Также есть некоторые другие способы. Например, некоторые игроки разбивают костёр рядом с вокзалом и просто встают в него. Начинают получать урон, после этого пытаются полечиться с помощью аптечки. Но, если честно, мне такой способ не нравится. Конечно, вы рано или поздно умрёте от горения, поэтому лучше в себя всё, что можно скинуть. А на этом, наверное, всё. Прокачивайте свои навыки правильно, обыскивайте дома, выкладывайте обязательно всё на склад и аукцион. И всего вам хорошего и удачи!